так всем привет ребята вот сегодня пойдет речь гидрораспределители думаю большинство знает кто не знает повторюсь или расскажу как бы эта причина меня давно преследовала вот сегодня и выясню как бы должно помочь получается у меня не отбивают рычаги когда поднимаешь или пускаешь навеску рычаги не отбивают не скажу что двигателю тяжело что ему там прямо он работает под нагрузку сейчас завезу заведу перед тем как регулировать распределитель покажу вот да слышно что небольшая нагрузка удача но это но не отбивают рычаги полотно подкалачивает вот короче вот поднята навеска у меня сейчас отпустим ее до конца вот на плавающий ставлю вот идет на подъем вот все оп но ты отключил начинают проскальзывать ремень и идет нагрузка нагрузка на двигатель и не отбивает рычаг начинают проскальзывать ремень вот сейчас снимаем вот эту пломбу вот эту пломбу мы снимаем заводскую это заводские регулировки все-таки как под нтз идет вот и открутим эту пробку я не знаю этот доступ позволит мне думаю как-нибудь постараюсь это сделать и там стоит под отвертку болт мы его отпустим снизим немножко давление или увеличим скорее все кто говорит по-разному вот то есть увеличим давлением внутри чтоб отбивала рычаги но сейчас вот это все а мы открутим и вот уже наглядно я продемонстрирую где-то потеки короче есть потеки где-то у меня здесь короче где-то все таки я когда варил на герметичность проверял но потом у меня такой принцип что отсюда всегда херачит масло видно малейший уклон сюда стекает все масло у меня с пол бачка пол бачка масло и всегда херачит вот я хочу переделать или где-то вот здесь потому что бьет фонтан туда вот где-то здесь маленькую папочку чтобы было и как сапуны заливная горловина вот потому что масло потихоньку по чуть-чуть по чуть-чуть уходит это надо вот переделать сделать потому что вот кун вот прицеп чтобы масло получилось так что масла не хватает вот все приступаем так ну вот я снял пломбу получается сюда из-за этой вот пластинки я не могу подсунуть ни головку не ключ ржковый сейчас снимаем блок предохранителей вот этот вот крышку я уже снял вот откручиваем его чтобы доступ был к четвертом болту откручиваем 4 болтика на 14 подключить на 14 вот все доступ появился вот откручиваем 4 болтика отодвигаем распределитель и уже откручиваем тот болт так ну вот я отпустил буквально немножко болты даже не выкручивал появился доступ 22 головка вот такой пластиковый кабачок у меня стоит здесь распределитель нового образца вот получается заглушки уже такие под шестигранник вот и не углублялся не разбирался короче на каждой секции есть плавающие то есть такой распределитель очень хороший почти новый я купил за 40 рублей я считаю это вообще даром вот появился нас доступе вот такой вот болт вот такой вот болт его получается мы сейчас отпускаем не отпускаю надо сорвать вот эту вот гайку штопорную там скорее всего 24 головка когда у нас появится возможность получается все сорвал и сейчас откручиваем этот болт на пол витка сильно много не будем ладно на один оборот оба все пойдем пробовать что у нас получилось так уберем колпачок у меня улетел заводим пробуем что у нас получилось так свечи думаю не буду греть холодный не прогрелся с праве но а значит мало отпускаем еще на один оборот смотрим что получается оп оп есть контакт все все отлично все я думаю получается всего лишь отпустили отпустили всего лишь два оборота отпустил на два оборота и у нас уже отбивают рычаг я думаю может еще на один оборот или уже достаточно нарезка так же и работает сейчас попробую еще на один оборот отпустить может будет легче отбивать так же наверное отбивать посмотрим как мотор там сильно ему тяжело ну по крайней мере ну все по крайней мере ремень не пробуксовываю ну все я думаю так и отставлю короче вот таким вот способом кто поставил распределитель от мтз и не отбивает не отбивает рычаг просто откручиваем эту опломбированную пробку и отпускаем на пару витков у меня хватило буквально два оборота два оборота но я третий сделал все таки чтобы снять нагрузку еще больше с этого до этого пробуксовывал ремень видно но если было маще чуть побольше и не пробуксовывал то отбило бы давление больше создало и отбило бы вот в принципе на этом я думаю все сейчас все назад собираем эти колпачки устанавливаем и на этом наверное регулировка закончена все такое вот коротенькое видео кому интересно пишите комментируйте ставьте лайки всем удачи пока вот решил записать немножко еще видео дописать вот решил установить вот такой вот массу вот поставлю ее сюда поскольку проще ее подсоединить чтоб не тянуть кабель минусовой допустим салон и назад его вести и ради массы то есть в принципе там все как в машине от замка зажигания но если надолго оставлять просто руку здесь как раз капот заканчивается руку засунул чик отключил массу чтобы клево не откручивать и пошел вот вот такую вот массу сейчас это все прикрутим вот я уже отсоединил минусовой провод он мне к двигателю был прикручен чтобы далеко не тягать эти провода да и сопротивление чем больше и длиннее провода неудобно вот но поставил такую массу я думаю будет очень даже кстати так ну вот так вот получилась масса вот она так стоит включил я принудительный вентилятор чтобы показать как это все работает вот включаем массу вот выключаем мат все удобно все практично сейчас закрою капот и покажу как она смотрится под капотом закрываем капот вот и получается вот я сюда вот так вот свою руку масса включена масса выключена кто не знает ну в принципе кто разбирается он гнется и увидит кто знает как вылезет масса и догадается без проблем но в принципе даже если так кабина закрывается на ключ то есть ты его не заведешь ничего но если украсть что-то капот открыть без проблем снял открыл и все забирай что хочешь а так принципе очень удобно пришел массу шел пошел сел просто у меня вентилятор стоит я думал а вдруг когда-нибудь что-то релюха замкнет допустим и все вентилятор включится он же меня на постоянку включен вентилятор плюс на постоянку не через зажигание то есть я прихожу допустим у меня посажен аккумулятор вентилятор работал допустим всю ночь или что-то замкнет и сгорит еще не дай бог а так массу щелки пошел домой спокойно думаю сейчас уже все еще тут буду ковыряться наверное по мелочи если что будет засниму все пока